И в продолжении темы. В социальной сфере работают люди с добрым сердцем и невероятным терпением. Каждый день они спешат на помощь к тем, кто в этой помощи нуждается больше других. О героических буднях соцработников в сюжете Елизаветы Кабановой. Социальная работа несет множество трудностей, не только физических, но и моральных. Но даже несмотря на все это, есть люди, которые рождаются с этим призванием. И такой человек есть и в Наринмаре. Елена Чупрова пришла в профессию 10 лет назад. Но ее глаза все еще горят, когда она рассказывает о своем выборе. Вы знаете, я очень уважаю старость. Потому что у меня у самой семьи очень много стариков, которые также находятся от меня далеко. Живут в других городах, в других поселках. И в принципе они так же нуждаются, как вот эти люди. И я всегда была добрым, отзывчивым человеком. Поэтому это, наверное, мое призвание помогать людям старшего возраста. Под опекой Елены 9 человек. С некоторыми из них она уже 10 лет вместе. Другим помогать начала недавно. Но ко всем относится одинаково душевно. Пытаясь найти подход и стать близким другом, который всегда выслушает и поможет. С Клавдией Литковой Елена работает уже 5 лет. За это время они очень сблизились. Новенькая придет, что я буду говорить ей? Как мне хорошо, как мне плохо. Они поймет меня. А тут уже столько лет живем, как уже мы свои, как дочь. Подопечные очень привыкают к своим социальным работникам. Поэтому период отпусков переживают очень тяжело. Вы понимаете, они уже становятся как близкими, как родными людьми. Потому что бывают моменты, уходишь ты в отпуск или еще куда-то. Вот предупреждаешь их. Вот у меня отпуск, я поехала отдыхать. Они начинают переживать. Как мы будем без тебя? А кто к нам придет? Говоришь, придет другой соцработник. Ой, да как я буду с ней? А вот это. Елена навещает своих подопечных два раза в неделю. Помогает им с обязанностями по дому, оказывает медико-социальные услуги, да просто старается поддержать и быть рядом. У нас есть бытовые услуги и медико-социальные. Ну, в бытовые входит это значит уборка помещения, да. Там, например, помыть посуду, квартиру убрать. Также помочь бабушке принять душ, потому что у нас есть люди, которые действительно не могут себя обслуживать. И тогда приходим мы и помогаем. Также постирать белье мы можем, приготовить, кушать, ну и так далее. А медико-социальные услуги, это, конечно, мы их сопровождаем, медицинские учреждения, приобретаем их векарства. В числе медико-социальных услуг есть и реабилитационные программы. Также социальные работники помогают бабушкам и дедушкам с оформлением документов для субсидий и льгот. Но, как признается Елена, работа для нее не в тягость. Скорее наоборот. Когда ты находишь контакт со своим подопечным, в принципе, работать очень хорошо. Я, в принципе, не считаю, что мне сложно работать с ними. Я очень рада с ними работать. У нас как-то все само по себе складывается. Все идет спокойненько, ровненько. Они всегда у меня вовремя обеспечены всем продуктами питания, лекарственными препаратами. У них постоянно сделана уборка, оплачены коммунальные услуги. Ну, в общем, все, что входит в мои обязанности, я стараюсь им сделать все это вовремя. Елена – сотрудница отделения социального обслуживания на дому, комплексного центра социального обслуживания населения. Помимо нее в городе обслуживают население еще четыре социальных работника. Восемь социальных помощников трудятся в селах округа. Под их обекой находятся 96 человек, которым требуется помощь социальной службы. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.